МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Вообще вся эта работа как раз делается во имя того, чтобы не предавать забвению тех людей, которые отдали свои жизни, отстаивая интересы своих государств. ЗВОНОК В ДВЕРЬ В разгар Второй мировой войны на Тихом океане успешно воевала подводная лодка ВМС США СС-238 ВАХУ. Командир лодки Датли Мортон, или Маш Мортон, как его называли друзья, уже в первом самостоятельном боевом походе продемонстрировал образцовую настойчивость и агрессивность. Добившись блистательных побед, ВАХУ получила благодарность в приказе президента. ВАХУ настигала противника в любых районах, куда посылала ее командование. 11 октября 1943 года лодка была потоплена японской авиацией. Дар следующее объекты с использованием водолазов производить в соответствии с догмором между капитаном и МЧС. Так, в принципе, вся работа по плану флота. С долларом, скажем, обеспечит все меры безопасности максимально. Сейчас можно было с ними совместно находить, и все, и потом все равно приходить в концепцию, как оказывается. Память людей не вернешь так. В то время другое государство было. Они другие, мы другие. И сегодня уже совсем другое, поэтому надо, наверное, из других позиций, с точки зрения политической, решать. Ну вот, так что это правильно, вы сказали, из области фантастики, это понятно. Давайте все-таки своими силами обходиться. Вот по возможности вот эти два варианта. Вот здесь 65-60, вы спускались тоже, да, наоборот? Рисковый, ребята. Рисковый, ребята. Это один объект, который мы предположительно считали американской подводной лодкой в Аху. Вот, он был обнаружен двумя годами раньше. Но точно сказать, это лодка в Аху или это какой-то другой подводный объект без визуального обследования никто не мог. Ну, пришлось делать три погружения. Правда, надо сказать, что этот район отличается сильными течениями. И первое погружение мы выставили буй, мы убедились, что он стоит точно на целью. Но пока выставляли декомпрессионные баллоны и так далее, погрузились, увидели ровное плоское дно. Мне снится это до сих пор, потому что это на самом деле просто грандиозное зрелище. Выглядит это примерно так. Вот наверху яркое солнце, яркое солнце. То есть ты, когда все у тебя уже подготовлено, баллоны развешены, ты падаешь, и погружение происходит очень быстро. И глаза не успевают привыкнуть к изменению света. А с каждым метром, видимость уменьшается, 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 именно из-за того, что солнце не проникает сквозь такие глубины. И на 40 метрах наступает практически ночь. Видишь силуэт этой лодки на фоне такого зеленовато-синего моря, на фоне солнца, просвечивающего там издалека, то это просто грандиозное впечатление. На самом деле это одно из сильных впечатлений. Сразу ты все понимаешь, ты видишь, что вот она практически целая. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Лодка огромная, 92 метра. А так как под водой все объекты кажутся еще больше, на 25% идет увеличение из-за рефракции воды. И ее никто никогда не видел, никто не знал даже, как она, в каком состоянии, повреждена. Ее могло просто не быть, понимаете? Потому что ее бомбила авиация тяжелыми бомбами и ее могло просто сдетонировать боезапас, например, и так далее. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И разорвало ее практически до киля, вместе с рубкой. Но при этом она лежит на дне, и за исключением этого разрыва, она абсолютно целая, только обросшая всякой морской живности. Тучи рыб вокруг нее ходят. Есть, конечно, и мелкие повреждения, видимо, что глубинными бомбами ее добивали. Хотя уже не нужно было это. Она была уничтожена одной мощной авиационной бомбой. Причем никаких шансов выжить, конечно, у экипажей 80 человек не было. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Подводная лодка «Оваху» Это подводная лодка наших союзников, американская. Самая знаменитая подводная лодка Соединенных Штатов, так как она только за 10 месяцев боевых действий потопила 20 вражеских кораблей, что в то время для Америки, ну, ее капитан просто стал национальным героем Америки, и до сих пор она самая известная лодка. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok